Эта трибуна расположена возле входа в крепость Гошагала. Здесь проходит один из самых сложных отрезков бакинской гонки. Уже 7 июня бакинский трек будет сдан в эксплуатацию и готов к проведению очередного этапа королевы автогонок. Протяженность бакинской трассы составляет чуть больше 6 километров. Она включает в себя 20 поворотов, 8 и 9 из которых представляют наибольшую сложность для участников заездов. Завершены уже 90% работ. 7 числа трассу осмотрят представители Международной Федерации Автоспорта, которые проведут окончательный анализ каждого участка трека в столице Азербайджана. Мы уже практически готовы к гонке. Осталось проложить некоторые блоки вдоль трассы. На треке располагается 3500 блоков четырех типов. Работы в здании Паддека завершатся 6 июня. Тут, можно сказать, проделано 99% работ. Там будут располагаться команды-участницы заезда. Одним из главных преимуществ бакинской трассы является прямая, расположенная вдоль Приморского парка. Ее протяженность составляет 2,2 километра. Именно этот отрезок гонки позволяет гоночным болидам набирать наивысшие скорости. Трибуны вдоль бакинской трассы расположены в девяти различных локациях. Общее количество зрителей составляет 16700 человек. Наибольшее число зрителей разместит трибуна Абширон, включающая в себя 5,5 тысяч зрительских мест. Здание Паддека является одной из самых интересных локаций гонки. Здесь базируются команды и расположен пит-стоп. Все это в сочетании с городскими пейзажами отличает бакинскую гонку от многих других. Каждый год гран-при в столице Азербайджана признаются одним из лучших в сезоне. Ни один трек не сравним с бакинским. Эта трасса, проходящая вдоль Чарича Гэр, это вид на здание Flame Towers. Красивый отрезок возле здания правительства. Это магия. Остается просто прийти и наслаждаться гонкой. Наряду с гонкой зрители смогут насладиться и развлекательной программой в специальной зоне, расположенной на Национальном приморском парке. Уже 10 числа стартуют предварительные заезды гонщиков. А на следующий день пройдет квалификация, которая определит, в каком порядке стартуют команды в финальной гонке 12 июня. Именно Ахмедов, Мержавит Аминоглу, Сибиси. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...